В Хабаровском крае выявили лучших спортсменов с инвалидностью. Люди, которые в обычной жизни не могут ходить совсем или передвигаются только с помощью костылей, на спортивных аренах показывают поразительные результаты. С по-настоящему сильными духом людьми познакомилась Яна Коробицына. В концертном зале Дворца культуры Русь немало незрячих зрителей и тех, у кого нарушен слух. Поэтому каждое выступление сопровождается тифлокомментарием. Ведущий подробно объясняет, как выглядит номер, а сурдопереводчик передает слова жестами. На сцене появляется группа молодых людей в церемониальных костюмах. Они исполняют маршевый энергичный номер, отстукивая ритм на малых и больших барабанах. Артисты сменяются на сцене, приветствуя зрителей. А за кулисами лучшие спортсмены края ожидают своего выхода. Пауэрлифтер Алексей Миков знает, что воля победы – самая мощная мотивация. 16 лет назад мужчина попал под поезд и лишился ноги. Уже через год пришел на свои первые соревнования. Первый год я приехал на соревнования, 15 лет назад. И не пожал. Три попытки и не пожал, ни одной не сделал. Мне это укусило, захотелось пожать. И начал тренироваться. Тренировки каждый день по несколько часов. В остальное время – воспитание сыновей. И вот Алексей в очередной раз на сцене с заслуженной наградой. То есть они показывают настолько волю к победе большую, настолько желание жить. И жить, как все остальные, полноценной, здоровой жизнью, несмотря на свои какие-либо ограничения. И делают все для этого. Порой даже живя более активно, чем здоровые люди. На 27-м физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата выступали 80 участников со всего региона. Они соревновались в семи видах спорта. Боча, дартс, настольный теннис, гонки и фигурное вождение колясок, пауэрлифтинг. Все победители сегодня получили заслуженные награды. Впрочем, в этих соревнованиях главное победить не соперника, а самого себя. Яна Коробицына, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск. Чемпион по пауэрлифтингу Алексей Миков уже сегодня возвращается в родной Амурск, где начинает тренерскую работу. Ему выделили помещение, он получил высшее образование по адаптивной физкультуре и теперь начнет нести спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья в массы. Амурск.